Хей, всем привет! С вами Лим, и я, наверное, вас уже задолбал туториалами по Вальтрону. Но я ничего не могу с собой поделать. Этот фэндо меня захватил целиком и полностью, и я не могу просто не упустить ни одного шанса сделать хоть что-нибудь по нему. И, конечно же, вы уже поняли, что шить мы будем именно этого красавчика. Делать в этом косплее, в общем-то, нечего. Ну, как нечего? По крайней мере, шить нам придется только половину. Ну, джинсы я, естественно, шить не буду, их можно и купить. Для него мы будем делать кофту, куртку, или опять это кофта, я не знаю, и обувь. Да, а, возможно, я еще займусь париком, потому что парик у меня есть, но я не знаю, делать его... Как ярко-то! Итак, что нам понадобится для его костюма? Для первой нижней кофты нам понадобится белый и синий, ну, вроде как это синий. Это, скорее всего, больше похоже на ткани, с которой делают толстовки. А это я вообще не знаю, что это, но мне сказали, что подойдет. И я такой, ну, ладно, окей. Мне нравится ощупь, но не нравится его структура, потому что она тянется. А может, нормально? Господи, никогда не определюсь. Для верхней кофты, куртки, не знаю, мы будем использовать, господи, зеленый габардин. Куртку я буду шить на подкладе. Как это я могу сделать? Да без подклада. Так вот, подклад у меня коричневый, потому что зеленого не было в цвет. Еще бы были черные вставки, но они будут из габардина. Белый капюшон мы будем тоже делать из этой ткани. А также у него есть оранжевые вставки на рукавах. Оранжевый габардин. То же самое, которое я использовала на пидж. Я вообще, наверное, дальтоник. Мне казалось, что у него куртка коричневая. Потом я такой посмотрел, короче, мультфильм еще раз и поняла, что да, в каких-то кадрах у него зеленая куртка. Ну, я иду, а, к черту, давайте зеленый, короче, сделаем. Ага. Итак, давайте приступим к самому пошиву. Начнем мы с нижней кофты. Для начала мы строим стандартную полочку, а после проводим дугу от шеи до нижней точки проймы. Также делаем спинку, дальше краим рукава. Представим, что это обычные рукава, но к ее длине вы добавляете длинную плеч от шеи и тот срез с основы. Дальше я стачиваю полочку и спинку. Применяю опять бумажку или газетку, чтобы ткань лучше пришивалась. Как я уже говорил, тянущаяся ткань прошивается сложно. Потом я стачиваю рукава, пришиваю их к основе и обрабатываю швы и края. Для ворота краим полоску ширину в 4 см, плюс припуски. И складываем ее пополам, пришиваем к основе. После даем дополнительный шов, пришивая припуск, чтобы ворот не выворачивался. С курткой посложнее, я и сам запутался, если честно. Строим обычную полочку, прибавляя длину для припусков. И режем ее на нужные детали. От верхней полочки я отнял 2,5 см в плече, чтобы потом туда вшить черную деталь со спинки. Также начертил центральную часть. Это очень нижняя часть полочки. Она цельная вместе с боком. На середине полочки и шов, потому я делаю очень узкую выточку. А также у нас есть кусочек спинки. Потом я выкроил верхнюю часть спинки, прибавляя те сантиметры, что отрезал от переда. Шиваю все это вместе и глажу. Потом я краю рукава. Это обычный рукав. После я его разрезаю в нужном мне месте, краю оранжевую часть и вшиваю в рукав. Ну и разглаживаю. Потом я готовлю подклад. С подкладом проще. Я просто краю спинку и полочки по размеру изделия, которые мы сшили. Ну и также с рукавами. После к основе и к подкладу я пришиваю рукава. Я отрезаю край от подклада. Его ширину вы выбираете сами. И пришиваю туда такой же кусок, но из основной ткани, чтобы при отвороте куртки подклад был не виден. Я делаю карманы. Основу для кармана и вот такую вот фигню, которая будет его закрывать. Обрабатываем и заутюживаем. Намечаем место для кармана, прикалываем и пришиваем. Дальше делаем черные детали. Краю манжеты. В ширину сантиметров 10. Сшиваю бок и складываю пополам. Потом выворачиваю рукава основы и подклады. И прикалываю манжет между ними. Сшиваю и выворачиваю. Также краю воротни. Перед тем, как его сшить, я его проклеиваю. А также краю нижнюю часть куртки. Также сшиваю бока, выворачиваю и глажу. Также краю обычный капюшон. У меня он двухслойный. Углаживаю его и даю строчку по краю. Потом я раскроил край куртки. Полоска сантиметра 4. Все это можно пришить по очереди, а можно все сразу. После зашиваю бока куртки. Потом закалываю нижнюю полоску. И пришиваю ее. Заодно истачиваю полностью низ. Останется зашить оставшуюся дырку вручную. Теперь насчет обуви. Выбор обуви зависит от вас. Может вы найдете что-то поканоничнее. Но так как мне нужно увеличивать свой рост, я искал такую обувь, которая сделает меня выше. Черной ткани я обшил половину язычка. Верхнюю часть язычка и внутреннюю часть обуви серым. Да, с цветом я не угадал, если честно. Но хоть как-то. Краской из баллона я покрасил подошву, пытаясь сделать такой же формы. Нарисовал акрилом синюю часть. И подправил все контуром. Этим же контуром я еще раз красил край, где должны быть штурки, чтобы они не бросались в глаза. Короче, простой вариант крафта обуви. И такая же шняга с париком. Парик у меня был, в общем-то, на другого перса. Ну, что не сделаешь ради лэнса. Стрижем как можно короче. Парик берем не густой. Парик я, в общем-то, стрик на себе, потому что такие стрижки, в общем-то, нужно подгонять по лицу. Не всем они идут. Кроме стрижки и залачивания прядок, больше тут делать нечего. Ну и, в общем-то, вот наш результат. Если видео было полезно или я вам понравился, то ставьте лайсы и подписывайтесь на мой канал, и комментируйте видосы. А также подписывайтесь на мои другие аккаунты в соцсетях. Ссылки все в описании. И спасибо вам всем за просмотр. Всем удачи и пока.